Ну вот мы с вами идем, селфи-палку я опять забыла, забыла я селфи-палку Поэтому постараюсь идти медленно, чтобы немножко поболтать, потом выключить телефон Я сегодня просто даюсь диву, почему я умудрилась дома даже замерзнуть Это просто чудеса чудесатые, вещь просто невообразимая И сейчас я обнаружила в чем дело, так это у нас хлебом тут пипикают, но я не собираюсь покупать А вот то, что у него в пакетике, видите, это обжаренные в масле булочки, в середине которых находится джем, они сладенькие Вот, а то, что у него вот в этом пакетике, это бинс, то есть это лепешки, в которых добавлен банан Это тоже считается сладким, но хотя оно очень условно сладкое Так вот, про погоду Сегодня у нас плюс 25, ну это сейчас 5 вечера, но в любом случае, то есть плюс 25 Это в принципе не вечерняя для Гуа температура, это ночная И сегодня у нас смог То есть смог это не тучи, смог это не туман Смог это непонятная хрень, чаще всего формирующаяся либо из-за пыли, либо из-за каких-либо загрязнений То есть смог чаще всего имеет техногенное происхождение О! Обратите внимание, я давно здесь не снимала, наверное, недельку Наверное, недельку, смотрите Закачали воду Я вам раньше показывала, здесь просто было всё сухо и глухо А сейчас здесь вода, прямо-таки речка Это значит, что начался период подготовки к посадке Эту воду будут по всяческим шлюзам, самотёкам запускать на поля То есть здесь сделана система такая, что вот эти каналы проходят достаточно высоко Их много в Гуа, очень много здесь Очень разветвлённая, оросительная система И после закачки воды в эти каналы Открываются маленькие шлюзики, по которым вода поступает на поля На полях вода находится в течение недели, наверное, минимум, а то и больше Вот видите вот эти квадраты? Это напиленная гуанская земля То есть в Гуа существует система добычи земли Её просто пилят То есть вот это обычная гуанская земля То есть её пилят и вынимают Вот так выглядит эта же земля в наколотом состоянии То есть это такой вариант глины С ракушечником, ещё с чем-то Вот А когда в эту землю пытаются что-то посадить Ну, видимо, есть где она помягче, где потвёрже Ну, по крайней мере, я надеюсь Хотя могу и ошибаться Воду заливают на поля, ждут неделю Пока эта вода превратится в жидкое месиво, в грязищу Такую, по колено грязищу А вот потом в эту грязищу начинают сажать рис В Гуа очень мало бананов В Гуа есть, конечно, пальмы И есть плантации пальмовые Но основные посадки в Гуа Это рис и сахарный тростник Причём сахарный тростник в Гуа считается очень высокого качества Поэтому он поступает на государственные заводы Где его перерабатывают в сахар А если вы видели киоски с сахарной водой в Гуа То это сахар привозимый из других штатов Там, где тростник растёт похуже Он менее сладкий Он не пригоден для промышленного производства И его используют для производства сахарной воды Так, сейчас я туда не пойду Как вы видите, я опять пришла к любимому повороту Вот здесь у нас куры гуляют Сегодня на нашей спортплощадке никого Зафиксируем, чтобы не моргало Пойдём дальше Ну так вот, что меня спрашивали ещё про производство Ещё в Гуа собирают кешью и делают феню То есть из плодов кешью делают самогонку Называющуюся фени Ну а сами зёрна В Гуа кешью не так, чтобы слишком много Не так, чтобы это основной Ну, основная монокультура здесь Поэтому кешью у нас, хоть и выращиваются в магазинах Он дороже, чем в России Кешью дешевле купить в России, чем в Индии Вот, наболтала 6 минут Пройду подальше, ещё раз включу запись Обратите внимание, в нашей деревне проводится благоустройство Если вы не знаете, что это такое Вы, наверное, видели вот такие рвы Так вот, они монтируются абсолютно везде И при этом для стока с других сторон делается Вот прям по дороге переход Поверх вот этой ямы будут укладываться вот такие плиты То есть внутри там точно такой же коллектор Это ливнёвка То есть это то, что в России с приходом Путина перестали строить Это то, из-за чего смывает Из-за отсутствия чего смывают Улицы, которые заасфальтировали к Олимпиаде При отсутствии ливневой канализации Любой дождь приводит к затоплениям А так как здесь сезон дождей То в Индии это абсолютно повсеместная Везде сущая система Причём она делается как слева от дороги Так и справа от дороги То есть ливнёвка строится с обоих сторон В каких-то местах, там где проходят, проезжают машины Там эту яму, ливневую канализацию Её закрывают Вот таким образом Но из-за экономии вот таких вот плит Во многих местах ливневая канализация Остаётся открытой И в течение не сезона дождей Индийцы используют её как помойку Там сжигают мусор и не всегда чистят Вот здесь вот с правой стороны Вот она, ливнёвка уже сделана А слева Вот здесь её надо углублять То есть видите, какая она мелкая То есть она засыпана землёй И если её не углубить То затопления всё равно будут происходить То есть необходимо не только наличие ливнёвки Но и то, что она должна куда-то уходить А не вот так вот в стенку И она должна быть нужной глубины И иметь место, куда вода будет вытекать Вот это вот Кусочек моей деревни С очень большими домами Прямо таки большими Большими и богатыми Мне нравится этот кусочек Забавно Конечно, у бедных районов Есть своя экзотичность Но в Индии они настолько идентичны друг другу Что особой экзотичности в индийских трущобах нет А вот гуанские большие дома Гуанские большие дома Они реально классные Ну вот здесь вот тоже расчищают Классическая схема Обратите внимание Во-первых, трое на мотоцикле Это раз А во-вторых, два мотоцикла едут рядом И все четыре парня болтают В темноте это может выглядеть даже как машина То есть они такие А что типа это самое Ну и принимайте нас за машину И объезжайте нас как машину Они абсолютно уверены Что ехать вот так двумя мотоциклами Рядом и разговаривать Это нормально И когда им пытаешься сказать Что нет, ты не прав Особенно если тот, кто тебя везет Это делает И ты ему просишь говорить Этого не делать Они всегда в таких случаях встают в позу Не нравится, иди пешком И причем договариваться заранее То есть перед тем, когда тебе предлагают Я тебя подвезу или я тебя свожу Или еще что-то Договариваться Едем со скоростью 30 км в час Ты не разговариваешь по телефону во время дороги Ты его даже не достаешь Не читаешь и не пишешь смс Ты не разговариваешь по дороге С соседними мотоциклами Бесполезно Они говорят Да-да-да, конечно Не переживай, все нормально А потом именно это На протяжении дороги начинают делать И когда ты говоришь Блин, перестань Человек психует А что тебе не нравится Не нравится, иди пешком У человека спрашиваешь Бля А ты перед тем, как меня посадить на байк И привезти неизвестно куда Ты мог мне сказать, что ты не собираешься Выполнять мои условия Вот что в них бесит Это тупость и наглость Та особенность, которой заражаются русскоязычные Находясь в Гуа Про англоязычных сказать не могу Просто Я их не знаю в естественной среде обитания И не так сильно сталкивалась с ними В бытовых ситуациях Но индийцы и русскоязычные Отличаются в Индии Тупостью и наглостью Причем наглостью граничащей Ну, как сказать Ну, со скотством То есть люди вообще не считают нужным Соблюдать какие-то правила И причем не считают нужным выполнять договор И при этом случае, если им чего-то не нравится Они начинают тебя запугивать и шантажировать Они считают это нормальным То есть нормальным считают сначала сказать Да-да-да, конечно, только поехали Поехали, свожу туда Поехали, то-сё, пято-десято А потом, если тебе не нравится Я тебя вообще брошу где-нибудь по дороге В неизвестных кустах, полях и так далее И им нормально Вот это мусульмане Вот здесь Это причем, это не просто мусульмане Это друзья Суровцевой Виолетты То есть это ее прям большие-большие друганы Не знаю, со сколькими из них Виолетта трахалась Наверное, чуть ли не со всеми Но это не суть У них красивые лошади Эта семья Это двоюродные братья И сестра И всякие там племянники Ее первого любовника Водителя из Песвэля Вот Тот мальчик ее бросил Женился на индианке Зато Вито теперь таскается в этот дом И всячески дружит с его родственниками Ну, а вы догадываетесь, соответственно Как они к ней относятся Вот А сегодня у них тут какой-то праздник Сегодня тут какой-то тусняк И скорее всего припрется Вито Вито любит припираться на такие праздники Она думает, что ей очень рано А ее обычно Усаживают Где-нибудь в первом ряду Ну и в качестве обезьянки Демонстрируют друзьям и родственникам Ну такая классическая схема в Индии Поработать бесплатным гоу-гоу Так Отойду подальше Еще что-нибудь расскажу Устала рука держать телефон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому